приветствую вас друзья у нас сегодня снова на обзоре фарфор и стекло из европы будут и тарелочки и вазы статуэтки и несколько еще других вариантов интересных вещей давайте начнем с маленькой рамочки для фото из фарфора рамочка по всей видимости совершенно новая видите здесь вот такая вот картонная вставочка родная она достается вот эта картинка дома которая там достается оставляется фотография можно прижать вот этой же картон очкой которая здесь есть производство япония стоимость 200 гривен сейчас вам скажу размерчики высота 10 сантиметров по ширине 13 половиной у нас идут серия подвесных тарелочек можно принципе конечно же использовать их и при сервировке можно повесить на стену вот здесь есть соответствующие отверстия с такой петелькой тарелочки коллекционные это у нас производство англия вот такая вот тематика ботаническая это у нас получается номер пять тарелочка можно будет выкупить поштучно 300 гривен каждая тарелочка номер четыре все целенькие очень хорошее состояние номер три второй номер и первый номер 5 тарелочек каждая стоит 300 гривен можно будет выкупить поштучно 18 с половиной сантиметров диаметр каждой тарелочки статуэтка среднего размера такая вот галантная сценка статуэтка с кружевами роспись лиц вручную цветочки это деколь такая переводная картинка достаточно приличном состоянии на кружевах конечно же не без утерь но к сожалению очень хрупкие эти моменты вот здесь вижу видите на манжете так у дамы по моему вот здесь вот есть утеря так на жабу все нормально внизу здесь давайте посмотрим здесь все в порядке так у кавалера на рукаве мы посмотрели и вот здесь по моему было кружево она сбита вот такое состояние у статуэтки в целом очень симпатичная высота максимальная 18 половиной сантиметра стоимость 650 гривен к сожалению без клейма но скорее всего это производство тайвань такой легкий винтаж еще одна статуэтка вот такой вот парень с кувшинами здесь я дефектов не обнаружила роспись вручную на деревянной подставке стоимость 650 гривен высота статуэтки 26 половиной сантиметров кто собирает животных собак вот такая вот парочка колли с детенышем со щеночком такая микроскопическая совсем собачка маленькая но явно это набор колли я здесь не обнаружила никаких дефектов у маленькой собачки вот здесь вот сход эмали и может быть там микросбой то есть для небольшой реставрации просто можно закрасить я ничего делать не буду поскольку вот хочу показать в таком состоянии они сохранились эти собачки сейчас также сделаем замеры это производство япония легкий фарфор маленькая собачка четыре с половиной сантиметров большая 12 сантиметров на большой вот видите сохранилась частично клеймо видно отчетливо что это япония написано вот этот вот наборчик стоит 350 гривен вот такой вот набор для вина для компота производства испания очень красивый голубой цвет 6 стаканчиков и кувшин стаканы и кувшин на это выдувное стекло такой вот логотипчик здесь изображен король испании альфонсо 12 который жил в девятнадцатом веке отданы его любили и прозвище у него было умиротворитель вот такие 6 стаканчиков все целенько стаканы высотой почти 11 сантиметров они немножко отличаются и по толщине стекла и по высоте буквально чуть-чуть поскольку выдувное стекло вот этот видно более такой более толстая стекло здесь вот видите потоньше стаканчик он естественно чуть будет посветлее деревянная крышка здесь на вот такой цепочке дерево легкая вот здесь вот такая вот наклейка тот же тот же альфонсо 12 стоимость набора 850 гривен тоже все целенько такой комплект забыла сказать стаканы но на 200 миллилитров объем и сам кувшин где-то полтора литра приблизительно и вот возможно вы подберете себе в комплект предыдущему цвету там была деревянная крышка и будет очень гармонично смотреться вот такие немецкие подставочки это также легкое дерево для уксуса для масла для оливкового вот такие вот две емкости тоже с пробочками на цепочка чтобы не теряли вторая точно такая же емкость удобно перемещать то есть за вот эту ручку шарик берете и переставляете легкая достаточно конструкция вот коньячного цвета стекло это у нас стоимость наборчик 250 гривен высота 22 сантиметра ширина 21 с половиной сантиметр 250 гривен и еще вот такой комплект здесь уже ручка металлическая элементов больше уже по потяжелее значит две такие же емкости здесь уже без цепочек правда такие одинаковые для соли для перца емкости такие виде бочонков и для горчицы деревянная ложечка комплект будет стоить 450 гривен высота 22 сантиметра приблизительно и 24 с половиной по ширине подставочки две стеклянные салон очки открытого типа 1 вот такая вот светлая карамельная сколовья здесь не обнаружила 100 гривен стоимость очень удобно у меня есть такая фарфоровая с удовольствием пользуюсь и прозрачное стекло также 100 гривен немножко отличается формой но размер одинаковые в общем-то по длине чуть больше 11 сантиметров высота два с половиной сантиметра пустого гривен такие вот спецолнечки подсвечник это производство франция полностью ручная роспись рельефный фарфор клеймо есть 400 гривен стоимость целенький не обнаружила никаких дефектов вот пожалуйста поближе это полностью ручная роспись и позолота и краска цветочки удобный устойчивый эти цветочки разные высота подсвечника 14 с половиной сантиметров стоимость 400 гривен а вот это вот бутылка можно использовать для вина для масла это у нас лимош голубоватая глина и вот это также ручная роспись здесь у нас цена охоты стоимостью 450 гривен вместе с пробкой высота 26 половиной сантиметров без пробки 23 с половиной сантиметра все целенькая не обнаружила никаких дефектов позолота в хорошем состоянии . среднего размера это фарфор вот с такими барельефами профиль дамы рисунок деколь состояние хорошего позолота фарфор целый без скулов без трещин симпатичная необычная свеженькая стоимость 450 гривен к сожалению клейма нет ну вазочка очень и очень хорошенькая высота и и 21 с половиной сантиметр . и стекла производства испания ведь цвет основной насыщенный такой концентрированный вишневый вот по краю сверху идет прозрачное стекло есть фирма чок сохранился написано испания производства все целенькая устойчивая 450 гривен стоимость вот здесь видно как раз оттенок ведь именно вишневый здесь не такой насыщенный а горлышко на более более такой темный концентрированный максимальная высота 29 с половиной сантиметров вот такая красивая интересная фруктовница к нам уже приезжала не так давно было несколько желающих приобрести очень хорошем состоянии целенькая в массе стекла пузырики вот такая ведь неровность не идеально гладкая вот такой вот эффект немножечко как жадко сверху такой больше бутылочный оттенок зеленого само основание оттенок резида хорошая глубокая небольшая 11 сантиметров по высоте и диаметр 21 с половиной сантиметров стоимость 450 гривен вот еще одна конфетница это у нас waterglass возможно это германия пресс-форма красивые вот такие вот детали коньячного и медового цвета ручки и серединке цветов ножка устойчивая ножка полая стоимость 650 гривен все целенькая не обнаружила никаких дефектов смотрелось есть здесь небольшой вот такой скольчик с внутренней стороны думаю вот видите практически незаметный и вот нашла здесь есть этикетка родная это германия производства высота 16 сантиметров чуть чуть больше и максимально диаметр 21 вот если с этими ручками с ушками 25 сантиметров и вот такая вот шикарная фруктовница с галантными сценами фигурки это деколь все остальное подрисовка вручную такая платиновый ободок не по золото а именно цвет платины здесь цветы это также деколь с подрисовкой стоимость ее две с половиной тысячи гривен ножка металлическая высота ее 20 сантиметров по длине верхняя часть 32 сантиметра на на 22 такая вот красавица если нужны будут дополнительные фото пожалуйста пишите звоните мои контактные данные в описании под видео и в комментарии под видео telegram вайбер вот сам пожалуйста связывайтесь удобным для вас способом и делайте свои заказы и конечно же подписывайтесь на мой инстаграм там много информации много фото друзья спасибо вам огромное за внимание жду ваших заказов и как всегда желаю вам самого-самого доброго мирного неба крепкого здоровья и благополучия до новых встреч на канале пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...